Екатерина Головачёва учится в аспирантуре по направлению социология. Изучает общество драмы, а именно, как травматические события влияют на людей. Девушка приехала в Самару из Донецка на форум «Наука будущего. Наука молодых». Из её университета заявки подали 20 человек, но прошла только Екатерина. Меня это очень удивило, я была очень рада сюда приехать. Мне было бы очень интересно узнать, в целом, как устроена наука, какие есть направления, как это всё работает. Ну и, кроме того, очень интересные секции, в которых я участвую. Я посмотрела темы других участников, и мне тоже очень приятно удивили. Всероссийский молодёжный научный форум «Наука будущего. Наука молодых» проходит девятый раз. В этом году он объединил более 500 участников – студентов, аспирантов, учёных и представителей бизнеса. Они все вместе обменивают своими новыми идеями, какими-то научными концепциями. Это приводит к тому, что как раз мы даём рождение новым наукам, новым технологиям, созданию новой техники. Мы видим, что спрос на такие проекты достаточно высокий. Это подтверждение конкурса, который мы в этом году провели. Его соотношение было порядка 10 человек на одно место. Форум интересен не только студентам со всей страны, но и учёным. Сергей Павлушин занимается биозащитой растений, направление которое ищет биологические подходы к регуляции вредных насекомых. В прошлом году стал лауреатом президентского гранта. Интересно посмотреть тоже на уровень научных исследований коллег, будущих коллег, магистрантов, студентов. Как они на это смотрят, как они это преподносят, потому что немножко чуть-чуть они помладше, да, у них другие взгляды. И под другим углом могут преподать те же самые, может быть, проблемы. За четыре дня участники форума обсудят актуальные проблемы экологии, информационных технологий, инженерии, физики, химии, социально-гуманитарных наук. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.